Здравствуйте, я Елизавета, и сегодня я прочитаю отрывок из книги Эдуарда Веркина «Кусатель ворон». Глава 14. Туман. Собственно, жизнь во многом и определяется поворотами. Свернув направо, не попал под бетономешалку, Свернув налево, попал под бензавоз. Про прямо уж не говорю. Вот если мой далекий предок-телеграфист не любил бы кататься на велосипеде, Его бы не покусали собаки, И он бы не заболел странной формой бешенства, И не обрал гиперкритический взгляд на мир, И не передал его мне, своему далекому потомку. И я не оказался бы в автобусе с лучшими людьми нашего города, С настоящими немецкими немцами, С моим давним другом Жмуркиным, Который ушел в политику и изменил фамилию Носкопина. Но все равно, конечно, Жмуркин. А если бы я не оказался в этом автобусе, То и не тот, поворот бы не въехал. А так въехал. Туман сгустился и сделался похож на густую пену. Автобус пробился через него медленно, почти на ощупь. Противотуманные фары его совсем не пробивали. Мы почти крались по дороге. За окном не было ничего видно. То есть совсем-совсем. Туман не проницался взглядом даже на вытянутую руку. Никогда такого густого не видел. Бум! На что-то опять наехали. Трахнуло здорово. Сильнее, чем в прошлый раз. Передняя часть автобуса ушла куда-то вниз. Салон наклонился. Приехали. Сказал вредным голосом Петахин. Щеку прикусил. В салоне зажегся свет и тут же погас. И заклахал, положенный проводкой. По проходу к водителям проследовал злой Жмуркин. Они с Шлосбергом принялись о чем-то шептаться. А Петахин спросил. Народ, а вы видели фильм «Туман»? А? По кингу который. Я видел фильм «Туман». Там ничего хорошего дела не закончилось. Какой густой! Снежана потрогала пальцем стекло. Как сметана. Кажется, в яму провалились, предложил Листвянка. Я могу посмотреть. Традиционно предложил Лаврич. Мать также традиционно ткнула его локтем. Бедный Лаврич. Горит что-то, зевнул Петахин. Наверное, безопровод. И зевнул еще пронзительней. Ничего не горит, успокоил Жмуркин. Всем оставаться на своих местах. Сейчас все выясним. Прошипела дверь. Жмуркин опять нырнул в туман. Мне в туман не хотелось. Хотелось спать. Ну вот, шеф ушел, заключил Петахин. Всем мы его больше не увидим. Только кишки на крышу забросят. Что случилось? Спросила Александра шепотом. Затросли, просто ответил я. Мы не просто затросли, подхватил Петахин. Мы круто вляпались. Промолчал бы, посоветовала Снежана. А что, у нас все похоже, продолжал Петахин. Все как в кино. Туман есть. Боксер есть. Болван, который хочет все проверить, есть. Религиозная фанатка. Там они в супермаркете застревают, возразил Гаджиев. Это не важно, отмахнулся Петахин. Могу поспорить, тут где-нибудь есть секретная лаборатория. Кстати, вы слышали, как Жохова в колокольчик звонила? Это она, чудовище, созывала. Я не звонила, сказала Жохова. А я тоже колокольчик слышала, прошептала Снежана. Это у тебя глупость в голове Бракова, сообщила Жохова. «Тебе мало?» Поднялась кресло. «Тебе мало мёба, бледная?» «Девочки, не ссорьтесь», — попросил Петахин. «Чудовище как раз этого и дожидаются. Снежана и Устинья не прослушался и продолжали брониться, используя лексику как раз этих самых чудовищ и привлекавшую. Да, это действительно не походило, хотя я так и не был никогда собственной. Но точно не походило. Тем временем туман и не думал расходиться. Он клубился, казался живым, хотел пробиться внутрь. Если вам понравился от рыбок, то проходите в библиотеку и берите эту прекрасную книгу.